Дивиденды привлекают многих инвесторов. И кажется, что чем больше компания платит дивидендов, тем лучше. Но не все так просто. Есть вещи, которые могут превратить акции с огромными дивидендами в ничто. Так что перед тем, как начать гоняться за процентами, предлагаю основательно изучить этот вопрос. Вы на канале Сложный Процент. Мы начинаем. Когда речь заходит об успешности компании, как правило, все говорят про рост капитала. Вспомните, сколько раз вы слышали истории о том, как кто-то купил акции буквально за несколько долларов и позднее продал их за несколько тысяч или даже за несколько миллионов. Но, конечно, рост это не единственный компонент доходности. В конце концов, если у вас есть акции, приносящие дивиденды, частично вы будете зарабатывать на них. Как вы знаете, многие из инвесторов живут за счет этого дополнительного потока денежных средств. И достаточно часто можно встретить инвесторов, весь портфель которых состоит из приносящих дивиденды акций. Их нельзя ни в чем упрекнуть, ведь в отличие от цен на акции, дивиденды приносят вам намного более стабильный доход. Но будьте осторожны. Стратегия инвестиций в дивиденды не так проста, как кажется. Нужно во многом разобраться, прежде чем выбрать нужные акции, приносящие дивиденды. Ведь то, что выглядит как денежный источник дохода, может на самом деле оказаться замаскированной бомбой замедленного действия. Итак, давайте всесторонне изучим вопрос дивидендов, в том числе, кто их выплачивает, почему люди их так любят и на что обращают внимание в охоте за ними. Дивиденды – это доля прибыли, которую компания распределяет между акционерами. Теоретически компания выплачивает дивиденды, когда она убеждена, что не сможет получить необходимый доход, если реинвестирует их в собственную деятельность. Поэтому более крупные и зрелые компании, например, «Голубые фишки», предпочитают платить дивиденды, в то время как молодые растущие компании предпочитают свой заработок реинвестировать. Но на решение о выплате дивидендов влияет не возраст компании. Также важен бизнес компании и отрасль, в которой она работает. Дело в том, что в некоторых сферах бизнеса выплачивать дивиденды проще, чем в других. Например, регулируемый рынок коммунальных услуг. Эти компании заключают в основном долгосрочные контракты с государством на обеспечение электроэнергией населенной пунктой. И это делает поток их денежных средств постоянным и предсказуемым. А проекты по расширению бизнеса занимают длительное время, так как должны пройти все необходимые согласования. С другой стороны, интернет-компании работают в условиях быстрорастущего и постоянно меняющегося рынка, на котором не так много барьеров для роста. Из-за таких различий компании, предоставляющие коммунальные услуги, с большей вероятностью будут выплачивать большие дивиденды благодаря стабильности своей работы. Таким образом, вопрос, кто платит дивиденды, имеет достаточно очевидный ответ. А вот что касается того, почему люди их так сильно любят, здесь уже не все так очевидно. Ведь если у компании растет стоимость капитала, так ли важно на самом деле, получим мы ее через дивиденды или через рост? Для некоторых людей получение дивидендов просто удобно. Например, дивиденды удобны для тех, кто рассчитывает на регулярный доход от инвестиций для покрытия платежей за квартиру. В конце концов, если у вас есть стабильный поток наличных, поступающих вам на счет, то вы будете продавать акции только в случае, если захотите выйти из состава акционеров. Таким образом, вы можете избежать комиссионных за операцию, а также влияние рыночных колебаний на ваш доход. Еще одна причина любви к дивидендам – в их толерантности к риску. Люди выше ценят определенность в размере доходности, чем неопределенность. Компания может пообещать заработать для вас кучу денег, но многие предпочтут получить свою фиксированную выплату. Также люди часто убеждены, что компании, выплачивающие дивиденды, более дисциплинированы и консервативны, и это делает их более привлекательными для инвесторов, которым важно ощущение защищенности. И, возможно, одна из важнейших причин любви инвесторов к дивидендам заключается в присущем им эффекте снежного кома. Распространенная стратегия использования дивидендов – получить их и вложить в приобретение большого количества акций этой компании. Сначала отдача от такой стратегии медленная, но если вы так делаете в течение длительного периода времени, то деньги начинают зарабатываться сами. Не верите? Давайте рассмотрим это на примере. Представьте, что у вас есть 20 акций, каждая по 20 долларов. По каждой из них вы получаете дивиденд в размере 1 доллара в год, то есть их доходность 5%. По итогам первого года мы получаем всего 20 долларов в качестве дивидендов. И тогда при текущей стоимости акции вы можете приобрести 21 акцию. Еще год, и вы получите 21 доллар вместо 20. Но если каждый год вы будете вкладывать эти деньги в приобретение большего количества акций, ваши дивиденды в итоге возрастут. То есть, если каждый раз вы будете продолжать приобретать акции, то через 10 лет у вас будет примерно 33 акции, по которым вы будете получать выплаты около 30 долларов в год. Это идеальный цикл. Покупайте больше акций, получайте больше дивидендов. А значит, покупайте больше акций. В этом примере мы зарабатываем 5% в год, просто реинвестируя фиксированные выплаты по дивидендам. Но выплаты не всегда фиксированы. Если компания, в которую мы инвестировали, растет, дивиденды могут вырасти. И в конце концов, если компания зарабатывает с каждым годом больше, выплаты по акциям будут также расти. Итак, если заложить 5% рост дивидендов, то к 10 году мы будем получать почти 60% в год. И темп роста этой суммы ускоряется. Поэтому люди обожают дивиденды. При неизменной стоимости акции, ваше состояние увеличивается само по себе. На дивиденды можно купить больше акций. Эти дополнительные акции приносят вам больше дивидендов, чтобы можно было приобрести еще больше акций. И все это время сумма выплаты по одной акции растет, если мы получили эту прибыль с доходностью в 5%. Представьте, сколько можно заработать с доходностью акций в 10%. Но здесь мы сталкиваемся с препятствием. Вы правы, когда думаете, что компания с более высокой доходностью принесет вам больше прибыли. В конце концов, доходность акции рассчитывается как сумма ее дивиденда, поделенная на ее стоимость. Так что если мы покупаем акции, где есть 10% доходности, это означает, что мы будем зарабатывать 10% только на дивидендах. Но, к сожалению, компании с высокой доходностью могут представлять большую опасность для инвесторов. Рассматривать только доходность акций рискованно. Безусловно, высокая доходность означает изначально высокий доход. Но это также означает, что общая доходность по ним под ударом. Почему? Помните, что в расчете доходности есть два компонента. И самый быстрый способ ее повысить – это не увеличение дивидендов, а снижение цены. Цена на акции может упасть, если инвесторам не нравится работа компании. Так что компания с высокодоходными акциями могла столкнуться с некоторыми проблемами, из-за чего упала цена ее акций. Вы можете спросить, ну и что? Я все равно получаю 10% доходности, так ведь? В том-то и дело, если компания испытывает трудности, она может быть вынуждена сократить выплату дивидендов, чтобы сэкономить средства. Так что если вы приобрели акции только из-за этих привлекательных выплат, то теперь вы столкнетесь с тем, что доход не такой привлекательный. И у этого есть двойной эффект. Рынок не любит сокращение выплат по дивидендам. Так что эта ситуация ударит не только по размеру ваших поступлений от дивидендов, но и еще раз по цене акций. Например, AT&T, цена их акций сильно упала после объявления о том, что они сократят выплаты вдвое. И так, несмотря на то, что инвестиции в компании с высокодивидендной доходностью могут вас обогатить, погоня за ними может быть опасна. Покупка акций солидных компаний с устойчивой дивидендной политикой может быть более предпочтительным вариантом. Исторические данные о выплате дивидендов публикуются онлайн, так что вы можете проверить, насколько последовательно была данная компания в выплате дивидендов и насколько они растут. А чтобы проверить надежность выплат, вам нужно посмотреть на коэффициент выплаты дивидендов. Он показывает, какая часть прибыли компании выплачивается инвесторам. А если со временем этот коэффициент растет, это может означать, что компания испытывает сложности с выполнением обязательств по выплатам. Для инвесторов, которым важен доход, стратегия приобретения акций только выплатой дивидендов может быть полезна. Но при ее реализации нужно рассматривать не только высокую степень доходности. В конечном итоге, если вы хотите, чтобы компании, акции которых вы приобрели, выплачивали вам дивиденды, вам нужно убедиться, что они могут это себе позволить. На этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и пишите в комментариях, как вы относитесь к дивидендным акциям. С вами был Сложный Процент и я, Александр. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok